Беседа 42, Матфея 12.33 Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Опять иным образом Господь стыдит фарисеев, недовольствия с прежними обличениями. И делает это не с тем намерением, чтобы себя освободить от обвинения. Для этого довольно было и прежних доказательств. Но с тем, чтобы противящихся ему исправить, сказанное же им имеет такой смысл. Никто из вас не обвинял исцеленных в том, что они не исцелились. И не говорил, что освободил соотбесы освободить дело злое. В самом деле, хотя они и крайне были бесстыдны, но не могли того сказать. И потому, не охуждая дел, взносили клевету натворящего их. Но Христос показывает, что такое обвинение несообразно ни с общим смыслом, ни с самым положением дел. А это уже признак крайнего бесстыдства. Не только поступать злонамеренно, но и сплетать нечто такое, что даже с общими понятиями несообразно. И посмотри, как Спаситель устраняет своими словами всякое возражение. Не сказал он, согласитесь, что дерево хорошо, потому что плод хорош. Но чтобы с большей силой заградить им уста и показать свою уступчивость и их бесстыдство, говорит, если вы хотите порицать дела мои, пусть будет так. Только бы не было в обвинениях ваших несообразностей противоречия. Таким образом, и яснее могло обнаружиться бесстыдство их в деле совершенно очевидным. И он мог сказать им, напрасно вы лукавите, когда в словах ваших заключается противоречие. В самом деле, о дереве судят по плоду, а не о плоде по дереву. А вы поступаете наоборот. Правда, что плод родится от дерева, но узнавать дерево надобно по плоду, поэтому следовало бы и вам или доказать, что дела мои худы, когда хотите обвинять меня, или расхвалите дела мои, то вместе и меня, совершающего их, освободите от ваших обвинений. А вы напротив поступаете. Не находя ничего предосудительного в делах моих, которые представляет плод, «Вы осуждаете дерево, называете меня беснующимся». Это уже верх безумия. Дерево доброе не может приносить плодов худых. Равно как и наоборот, как сказал это Спаситель еще прежде и подтвердил теперь. Следовательно, обвинения фарисеев заключали в себе противоречие и были совершенно несообразны с действительностью. Далее, так как не о себе самом говорит Спаситель, а о Духе Святом, то и произносит обличение своей с большей строгостью и говорит, «Порождение нефидины! Как вы можете говорить доброе, будучи злым? И вот избытка сердца говорят уста!» В этих словах заключается обвинение фарисеев и доказательство вышесказанного. «Вот вы, — говорит Спаситель, будучи худыми деревами, не можете приносить и доброго плода. Потому я и не удивляюсь, что вы произносите такие слова, происходя от злого рода, вы воспитаны худо и усвоили себе мысли худые». И заметь, в какой осторожности предотвращающие всякие ухищрения противников он выражает свои обвинения, он не сказал, «Как вы можете говорить доброе, будучи порождением нефидин?» Потому что одно с другим не имеет соотношения, но говорит, «Как вы можете говорить доброе, будучи злыми?» А порождением нефидин назвал их, потому что они хвастались своими предками. Итак, чтобы показать, что нет им от того никакой пользы, он отсекает их от родства с Авраамом и дает им других предков, имеющих такой же нрав, как и они, и таким образом лишает их того благородства, которым они гордились. От избытка сердца, как говорит он, говорят уста. Здесь вновь дает он видеть божество свое, ведающее сокровенное помышление, а также показывает, что фарисеи понесут наказание не только за дела, но и за злые мысли. Показывает и то, что он, как Бог, знает эти мысли. А впрочем, возможно и людям знать их. Естественно, чтобы слова изливались наружу через уста, когда внутренность переполнена злом. Поэтому, когда ты слышишь человека, произносящего худые слова, то не думай, что в нем лежит лишь столько зла, сколько показывается в словах, а заключай, что источник его гораздо еще обильнее, потому что выраженное наружу есть только избыток внутреннего. Видишь ли, какой крепкий удар наносит Христос фарисеям. Если слова их так исполнены зла и происходят от духа дьявольского, то подумай, каков должен быть корень и источник этих слов. Обыкновенно так бывает, что язык, удерживаемый стыдом, еще не все худое изливает в словах. Напротив, сердца, не имея никого из людей, свидетелем своих движений, бесстрашно порождает в себе всякое зло, какое только захочет, потому что оно немного думает о Боге. Слова предлагаются вслух всех и взвешиваются всеми, а сердце укрывается в тени, и потому меньше зла бывает на языке, больше в сердце. Но когда уже слишком много скопится его внутри, тогда с большим стремлением выходит наружу то, что доселе было скрываемо. И как мучающиеся рвотой сначала силятся удерживать в себе рвущиеся из них мокроты, а потом, когда уже не в силах владеть собой, выбрасывают нечистоту в большем количестве, так и наполненные злыми умышлениями, наконец, изливают ее в злоречивом осуждении ближнего. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Не думай, говорит Спаситель, чтобы так было только с людьми злыми. Напротив, и с добрыми тоже происходит. И у них больше скрывается добродетели внутри, нежели сколько является наружно в словах. Через это Господь показал, что как фарисеев должно почитать более злыми, нежели каковыми они представлялись в словах своих, так, напротив, он более был благ, нежели сколько открывалось из речей его. А под словом «сокровища» он разумеет множество. Далее он опять наводит на них великий страх. Не думайте, говорит он, чтобы этим только все и ограничилось, чтобы злоречие подверглось только осуждению людей. Нет, все злоречивые понесут еще крайние наказания на последнем суде. Он не сказал здесь «вы», частью для того, чтобы сообщить наставление всем людям, частью для того, чтобы не произнести слишком жестокого и огорчительного слова. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «Праздное слово» есть слово, несообразное с делом, ложное, дышащее клеветою, а также по изъяснению некоторых и пустое слово, например, возбуждающий неприличный смех, срамное, бесстыдное и неблагопристойное. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Видишь ли, как безобиден суд, как кроткие требования ответа, не по речам другого, но по твоим собственным словам судья произнесет приговор. Что может быть справедливее этого? В твоей ведь власти и говорить, и не говорить. Поэтому не злословимым надо страшиться и трепетать, а злословящим. Потому что незлословимые должны будут оправдываться в том, что об них разносимы были недобрые слухи. Но злословящие дадут ответ в том, что они говорили о других худо. На них-то падет вся беда. Итак, терпящим от злых слухов не о чем заботиться, потому что не потребуется от них ответа в том, что другие говорили о них худо. Но говорившим худо, надо б нас страшиться и трепетать, потому что они за свое злоязычие потребованы будут к суду. Поистине, эта дьявольская сеть – это такой грех, который никакого не приносит удовольствия, а только один вред. Поистине, злое сокровище копит в душе свои злоязычники. Если одержимый дурными мокротами, сам больше всех терпит от них и впадает в болезнь, то тем более скопляющий внутри себя злобу, которая горче всякой желчи, потерпит жесточайший вред и причинит себе лютую болезнь. Если изрегаемые им слова так много огорчают других, то еще гораздо большей скорость причинят они душе, породившую их. Умышляющее зло прежде всех убивает самого себя, точно та же, как раздувающий огонь нередко сам сгорает и бьющий по алмазу причиняет вред самому себе и наступающий на острые гвозди наносит сам себе кровавую рану. Таков умеющий великодушно принимать и переносить обиды. Он подобен алмазу, острым гвоздям и огню, и думавший обидеть его, оказывается ничтожнее грязи. И так не то худо, когда обижают тебя, а то худо, когда ты обижаешь других или когда не умеешь переносить обид. Как много обижаем был Давид, как много обижал его Саул. Но кто же вышел сильнее и счастливее? И кто оказался несчастнее и достойнее жалости? Не тот ли кто обижал? Рассмотрим это ближе. Саул обещал, что если Давид убьет иноплеменника, принять Давида к себе в родство, выдать за него с великой охотой дочь свою. Давид убил иноплеменника. Что же Саул нарушил данное слово и не только не выдал за него старшей дочери, но и старался умертвить его? Кто же заслужил большую честь? Саул мучился тоской и Давид был злым духом, а Давид своей победой и благоволением Божьим стяжал славу и воссиял светлее солнца. Саул, слыша песнопение, же он снедался завистью, а Давид, перенося все молчаливо, привлек и привязал к себе всех. И потом, когда он имел в руках своих Саула и пощадил его, кто был тогда счастлив и кто несчастен? Кто был слабее и кто сильнее? Не Давид явился сильнейшим, когда он, имея возможность по праву отомстить врагу своему, не захотел того? Без сомнения, у Саула было вооруженное войско, а Давид имел с поборницей и помощницей правду, которая сильнее тысячи войск. А потому, и после столь многих неправильных злоумышлений, претерпенных им, он не захотел умертвить Саула. Хотя был и в праве сделать это. Он знал из прежних опытов, что не причинение зла другому, а претерпение зла делает людей сильнейшими. Так бывает и с телами, так и с деревьями. А Яков не терпел ли обид, не терпел ли зла от Лавана? Но кто ж оказался сильнее? Лаван ли, который уже имел его в своих руках и однако ж не смел прикоснуться к нему, будучи объят страхом и трепетом? Или Яков, который, не имея у себя ни оружия, ни множества воинов, был для него страшнее тысячи царей? 447. Но чтобы представить вам другое еще, сильнейшее доказательство вышесказанного, я опять обращу слово к Давиду с противоположной стороны. Он силен был, когда терпел обиды. Но как скоро сам в последствии времени обидел другого, тотчас сделался немощным. Он обидел Урию и тотчас порядок превратился. Немощь перешла к обидевшему, а сила к обиженному, который, будучи уже мертвым, опустошил дом Давидов. Давид, оставшись жив и будучи царем, ничем не мог от него защититься. А Урия, простой воин и к тому же убитый, все поставил вверх дном в доме царя. Хотите ли я представлю вам еще в яснейшем виде предлагаемую мной истину с другой стороны? Посмотрим на тех людей, которые мстят за себя по праву. Что обижающее ближних воюет против собственной души своей и оказывается ниже и презреннее всех это всякий видит. Но кто же спросит, что им стил за себя по праву, и тем вожег много зла и навлек на себя много бед и скорбей? Посмотри на военачальника Давыдова. Он был виновником жестокой войны и потерпел тысячу зов, из которых ни одно не случилось бы с ним, если бы он умел рассуждать и действовать по правилам истинного любомудрия. И так будем убегать этого греха и не станем обижать ближних ни словами, ни делами. Господь не сказал, если ты при народе будешь поносить ближнего и повлечешь его перед судилище, виновен будешь, но просто, если будешь говорить худо, хотя бы и наедине, и тогда навлечешь на себя величайшее осуждение. Если бы даже было истина, то, что ты предсказываешь о ближнем, пересказываешь, если бы ты был совершенно в этом уверен, и тогда подвергнешься наказанию. Не за то, что делал другой, твой Бог будет судить тебя, а за то, что ты говорил, от слов своих осудишься. Не слышишь ли, что и фарисей говорил правду о мытаре, высказал то, что было всем известно, и объявил то, что не было тайны, и однако ж подвергся жестокому осуждению. Если же и явных грехов оглашать не должно, то тем более неизвестных и недоказанных. Согрешивший имеет над собой судью, и так ты не предвосхищай себе чести, принадлежащие единородному, которому предназначен престол суда. Но ты хочешь быть судьею. Есть такое судилище, которое тебе предоставлено и может принести великую пользу, не подвергая тебя ни малейшему осуждению. Посади в совести своей судью, разум, и поставь перед его судилищем все твои беззакония, и следуй все грехи души твоей, потребуй от нее со всей строгостью и подробного отчета, и скажи ей, зачем ты отваживалась сделать то и то? А если она будет уклоняться и разбирать дела других, скажи ей, не за чужие грехи я сужу тебя, не за них должна ты отвечать. Что тебе-то того, что худ такой-то? Ты зачем согрешила в том-то и в том-то? Отвечай, не показывай на других, смотри на свои дела, а не на чужие. Таким образом, вводи ее как можно чаще в этот подвиг. Потом, когда уже ей нечего будет сказать, и она начнет укрываться отсюда, уязвляя ее, поражая ее, как рабу кичливую и любодейную. Каждый день открывай для нее это судилище, представляя ей реку огненную, черви и доносного, другие мучения, не попуская ей продолжать связь с дьяволом и не принимая от нее таких бесстыдных оправданий. Он приходит ко мне, он устрояет мне ковы, он искушает меня, но скажи ей, если ты сама не захочешь, все это будет тщетно. Если она заговорит, но я сплетена с телом, обличена плотью, живу в мире, пришельствую на земле, скажи ей, все это один лицемерный предлог и пустые отговорки. Вот этот святой обличен был плотью, и этот жил в мире и пришельствовал на земле, и однако ж, они вели жизнь достославную, да и ты сама, когда делаешь добро, делаешь это, будучи обложено плотью. Пусть ей больно это слышать, но ты не переставай ее наказывать, не бойся, не умрет она от твоих ударов, напротив, ты еще избавишь ее от смерти. А если бы она сказала, вот такой ты раздражил меня, ты отвечай ей, можно тебе и не раздражаться, потому что нередко ты удерживала себя от гнева. Та же, если бы она сказала, красота такой-то женщины воспламенила меня, ты представь ей, но ведь ты могла воздержать себя. Приведи ей примеры победивших похоть, укажи, например, первой жены, которая, хотя и говорила, змею прелюстил меня, но этим не избавилась от обвинения. Когда ты будешь производить такое испытание совести, в это время не допускай к себе никого, пусть никто не тревожит тебя, но как судьи обыкновенно сидят за занавесами, когда судят о делах, так и ты. Вместо завес огради себя безмолвием и избери благоприятное тому время и место. Займись этим судом, когда поужинавши, встанешь из-за стола и пойдешь спать. Вот время для тебя самое удобное. А местом твоим будет постель и спальня. Так повелевает и пророк, говоря, не говори в сердцах ваших, то есть размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и умилитесь. Требуй от себя из-за малой погрешности строгого отчета, чтобы когда-либо не приблизиться к великим грехам. Если ты будешь каждодневно это делать, то с дерзновением предстанешь предстрашное судилище. Таким способом Павел сделался чистым. Потому и сказал, если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Так и праведный Иов очищал детей своих, если он приносил жертвы за тайные грехи, то тем более требовал отчета за явных. А мы не так поступаем, но совершенно напротив. Как скоро ляжем на постель, тотчас начинаем размышлять о всякого рода житейских делах. Одни воясь душу свои нечистые помыслы, другие думают о деньгах, отданных под залог, о торговых условиях и о различных временных заботах. Имея на руках девицу, дочь, мы бережем ее со всей бдительностью. А душе своей, которая гораздо дороже дочери, позволяем любодействовать и оскверняться, впуская в нее тысячи нечистых мыслей. Хочет ли в нее войти любостяжание или славстолюбие или пристрастие к пригожим телам или расположение к гневу или иной, какой недобрый гость, мы точно же отворяем дверь и зовем, мы тащим его и позволяем ей без всякого стыда и страха любодействовать с ним. Что может быть грубее этого и бесчеловечнее? Смотреть с пренебрежением, как столь многие прелюбодеянно другаются над душою, которая для нас всего дороже, и давать ей сообщаться с ними до тех пор, пока они насытятся. Но этого никогда не дождешься. Разве тогда только отступят они, когда она предастся сну? Но нет. И в это время они не отходят от нее, потому что и в сонных мечтаниях, и в видениях, носятся перед ней те же образы. Отчего часто случается то, что и с наступлением дня душа, упоенная такими мечтами, точно состремляется к действиям с ними сообразными. Ты не даешь малейшей пылинке войти в зенит око твоего, а души свою оставляешь в небрежении и попускаешь ей влочить за собой такую грязную кучу столь многих зол. Когда же мы успеем выбросить из себя этот помет, который с каждым днем накопляем себе? Когда успеем вырвать терния? Когда успеем посеять семена? Не знаешь ли, что уже наступает время жатвы, а мы еще и не начинали вспахивать свое поле? Что же скажем, когда придет хозяин поля и будет требовать должного? Что станем отвечать ему? То ли, что нам никто не дал семян, но они посылаются свыше каждый день? То ли, что никто не срезал терния, но мы, служители слова каждый день острим для вас серб? Или, что житейские нужды отвлекают вас? Зачем же ты не распялся миру? Если тот, кто отдал вверенный ему талант, назван рабом, лукавым, за то, что не приобрел другого таланта, то что ж услышит тот, кто погубил изверенное ему? Если он был связан и брошен туда, где скрежет зубов, то каким страданием подвергнемся мы? Мы, которые, имея бесчисленное множество побуждений, влекущих нас к добродетели, отвращаемся от нее и предаемся лености? Еще ли мало убеждений достаточных к тому, чтобы возбудить тебя? Не видишь ли, как малоценна жизнь эта, как неизвестно ее продолжение? Сколько потребно труда и пота в делах здешнего мира? Разве одна добродетель приобретается с трудом, а порог достается без трудов? Если же и там и здесь труд, то почему не сберешь ты добродетели, приносящие с собой великую пользу? Да еще и такие есть добродетели, которые труда никакого не требуют? В самом деле что за труд не злословить, не лгать, не клясться, простить ближнего, подавшего повод гневу? Вот труд и большая забота, поступать противно этому. Итак, какого ждать нам оправдания, какого прощения, когда мы этих легких добродетелей не соблюдаем? Отсюда ясно видно, что и другие труднейшие добродетели недоступны нам по причине нашей беспечности и лености. Размыслив обо всем этом, будем убегать порока и возлюбим добродетель, чтобы сподобиться нам и настоящих и грядущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.